Итак, мы на стенде приставки нового поколения PS4. Мы уже посмотрели Xbox One и теперь пора посмотреть на PS4. Понимаете, чтобы оценить консоль нового поколения, нужно взять действительно какую-то очень крутую и требовательную игру, которая полностью раскроет все возможности графики, короче, новой механики управления, все вот чего не было в старых консолях, но есть в новых. И, конечно, какая игра на этих стендах еще способна так отразить возможности консоли нового поколения, как Octodad, который мы сейчас будем смотреть. Я считаю, что это идеальный вариант для нас. Я как увидел, это реально без шуток, ребята, это моя лучшая игра. Насколько я слышал, тут надо играть за сменога. делать всякие разные штуки и при этом не палиться что-то и осьминог. Я гидиальный концепт, он не слышал вообще нигде. Ну, может быть, в Aispeak Lodge ребята что-то про это однажды говорили, но... Так. Мы двигаем конечностью, потому что мы осьминог. И мы делаем это на PS4. Оп-оп-оп. Смотри, можно как делать. Так, хорошо, я контролю, я контролю. А, вот надо очистить было стол, да. Надо нажать R1, чтобы захватить. R1. И оп. Все, все, пошло, пошло вон. А, блин. Нафиг иди, нафиг иди. Это напоминает мне очень Surgeon Simulator 2013, в том плане, что управление как бы, ну, такое нонсенс. Невозможно этим нормально управлять, но я пытаюсь. Взяли ключ. Обалдеть. Я люблю эту игру просто. Нужно теперь этим ключом открыть штуки. Раз. Все очень просто. Я не понимаю, почему говорят, что управление в этой игре невозможное. Вот, пожалуйста, все. Ой. Извините. Я не хотел. Так. L1 нужно нажать, чтобы поменять в режим ног. Нажимать правый триггер. А, поднимет ногу. Оп. И опустит. А, вот оно как. Я, я, да, я поднимаю ноги, но я не могу их почему-то передвинуть вперед. Ой. Как ходить-то? А, вот, надо, типа, вот так передвигаться. Я понял. Вот, вот это круто. Вот это, вот это новое поколение гейминга, ребята. Вот, ну. Я без иронии даже сейчас это говорю. Это, я такого на PlayStation 3 вообще не видел. Но я пытаюсь выйти. Давай. Давай, папа-осминог. Блин. Может, я куда-то не туда иду? Надо прогуляться. Сходить в другое место. Оп. Нет, не сюда. Потрясающе. Но почему-то я не могу выйти в нее. А, вот. Надо было просто нажать что-то. Нашел галстук. Я осьминог, поэтому мне нужен галстук. А теперь завяжи галстук. С этим тупором. Да. Я могу. Надо бы прибраться в этой комнате все как было. Наверное, потом. Немного надо времени, чтобы приноровиться к этому всему на самом деле. А тем временем мы палим, как бы работает ли джойстик, а насколько он хорошо работает. Надо сказать, что джойстик для PS4 производит немного менее удобное впечатление, чем джойстик для Xbox One. Это абсолютно субъективное ощущение на самом деле. Но вот говорю, как чувствую, да. То есть джойстик для PS4, он хороший и все такое, но он по эргономике уступает Вановскому. Пока что, по ощущениям. А то тут светяшка есть. Тут есть светяшка и тут есть какая-то еще вот эта штука фигня, которая бы кто-то ничего не делает. Но мы, может, потом еще какой-нибудь гоночке попробуем и, может, там она что-то будет делать. А тем временем папа осьминог идет искать смокинг. Вот он, нашел. Да отпусти, отпусти, да я пытаюсь отпустить эту хреновую дверь, вот. Во, переоделись. Ключ взяли. Во, кнопка какая-то есть. Что будет, если нажать, то и я. Что-то она не нажимается, не получается у меня ее нажать. Я, наверное, не очень опытен в том, чтобы быть осьминогом. Мы видим, какую отличную графику выдает консольного поколения PS4. Между прочим, вы видите, вообще не видно пикселей, ничего такого. Хотя они на самом деле бедны, конечно. Так, take down the tie. А, надо вот галстук с котулы снять. Что? Ой, я разбил случайно. отлично одел на себя я я так прекрасен в том что я это была моя судьба господь должен был сделать меня осьминогом потому что я хорош в этом выбирайсик апт энд даун туризм лоуна туризм лорар окей надо надо захватить эту фигню оба у меня подарков нет поэтому я не могу ничего оставить сожалению теперь мы идем в часовню шляпу не хочешь одеть о шляпу можно одеть шляпу стоп и надо как мы уже говорили надо не политься что ты осьминог я теперь шляпе отлично какой мудак положил банановую кожуру прямо на пути к невесте серьезно так бывает ты что на свадьбах никогда не был где кольцо где кольцо я могу полапать невесту например вот так сфот сфоткой меня тип я женюсь но где же кольцо тут что-то мигает а вот вот кольцо нашел теперь надо отдать ее этой женщине которая чего очевидно зовут скарлетт здесь вы недорогая отлично великовато немного ну ладно главное от души вау круто вот это консоль нового поколения вот это я понимаю не какая-то блин рюс рюсе где римляне друг другу по голове дают огромными мячами а вот отличная игра про осьминогов надо попробовать еще что-нибудь оставайтесь нами и мы опять должны ваня сказал что мы опять должны играть будут дурацкую группы корабли типа я делаю обзор не на игру на консоль блин ну что я могу сказать не на игру на консоль ну консоль ну игра то та же самая осталась как бы джойстик опять вот эта вот штука в центре смешная ничего не делает я не знаю откровенно говоря зачем она нужна да но я все еще пытаюсь выстрелить во что-нибудь хотя бы а тут можно он спит скорость повысить можно этот раз я не умру там конечно теперь не на клавиатуре играешь на своем любимом двухкнопочном джойстике такой фарелс фаер свивелс огонь свивелами давайте свивел и блин я свивел вот этим маленькими шариками буду стрелять да башня убит вот ну так у меня что-то начало получаться хорошо вот свивела полетели можно было на абордаж взять вот эти чуваков но мы но мы не стали мы честные пираты мы там и все наоборот даже не берет отлично порт разрушили ps4 гораздо лучше пк как консоль я имею ввиду потому что на ps4 мы под смогли уничтожить форт здесь она пока нет что как бы говорит о том что пока просто не предназначен пока это такая консоль для microsoft excel или борта чтобы игры играть год playstation 4 пожалуйста но можно взять на абордаж почти затонувшуюся почти полностью затонувшие судно я хочу перестать целиться можно перестать целиться а понятно этот джойстик уже успели доломать значит смотрите если вы будете много и часто играть какие возможно проблемы у вас вот эта штука триггером она ну вот ее положение исходное да вот так она остается то есть она 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 заела я постоянно целюсь сейчас хотя не должен то есть если я эту штуку отогну обратно вверх он перестанет и будьте внимательны ps4 как мы видим делает это и что-то мне подсказывает что на игромир они привезли не уже убитые джойстики честно говоря но все равно попробуем пострелять получи получи развалена все я не знаю что твои парни на абордаж брали корабль и расстрелял его и потопил вместе со своими чуваками и парни знали на что шли это не какой-нибудь arctic sunrise это серьезный бизнес там люди с саблями и все такое people will die ищем огромных гусениц а я захватил этот корабль или это мой корабль старый походу это твой старый корабль с того вы весь груз видимо забрали что елта надо вот надо достигнуть успеха так сказать успех находится только на спасти кого-то я спас кого-то а просто на лодках чуваки там пусят их спасаешь они сразу автоматически поход становится это вот те которых ты утопил на верность и корабль кроме того мы видим что этот корабль также подключен к мишеному вай-фая что хорошо что тоже плюс playstation 4 этот же плюс есть и у пока в этом случае но у playstation 4 это более очевидный плюс такси потому что playstation 4 игра есть в отличие от пока так я я словно слова стоп 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 хрень по курсу стреляет в нос стреляй в эту штуку маленькими штуками стреляйте в эту пигню ими мне жить надо на абордаж наверное их тоже взять порубить кого-нибудь спида нет не берется на абордаж еще огонь ну вот так в общем assassin's creed блин пытаешься взять кого-нибудь на абордаж а он тонет уже и без тебя а как тут собственно спринт и вся вот эта вот история а вот обо они веревку повесили прыгаем на веревку блин я вообще-то не так планировал пацаны мои мои пацаны из корабля подвели меня интересно смогу я вот так вот забраться на корабль как как царь например да смог так ну кому навалять получай ладно как как драться с тобой ой каунтер круг атака квадрат а почему я дерусь собственно руками-то сменить оружие не знаю как крестовинского скрытые клинки и ножи каунтер получай они тут неплохо все дерутся между прочим а это плюс по сравнению с третьим ассасином ты можешь сколько угодно народу вывести так это во втором такая история была бы во втором я я я я не помню кто я не понял кто из них я а вот этот в центре окей у меня прям не прошу так а нет я вот этот вот понял как файтинге знаешь дерешься вот ты с кем-нибудь и думаешь всю дорогу что ты другой радуешься что побеждаешь а потом выясняется что тебя выносит со мной постоянно происходит какая-то свалка знаешь не очень понятно что происходит да я я вот ничего но на вас можно так и задумывалась наверняка как бы в игре будут чистые замесы в этом плане джойстик нормальный то есть вот я конечно сейчас обращаю внимание на то что джойстик нормальный если не считать проблемы с тем что у него почти сломан триггер ну плохо ведет себя сейчас триггера доломали то принципе по экономике неплохо но вот так лично по ощущениям боксовый мне больше понравилось как-то вас кинул на фига где но в общем тут типичный ассасин скрыт по боев не на понял пошел поэтому ну вы все более-менее знаете а все что сделали но видишь ты обградываешь ну да я вижу этих огромных тканевых личинок поношу постоянно кораблей тут видимо вокруг них вся игра как это сериализм в духе там все-таки думаешь это товары в смысле ковры о привет в общем мне теперь что-то нужно вот я думаю что мне нужно сесть просто отпустить баранку можете нужно спрыгнуть и тогда я уже это делаю видишь нужно пустить баранку залезть на мачту и как бы ну ладно можно было не залезать на мачту и пойти как бы на сушу там потому что зеленая стрелочка там и мы все хотим ой да ну а слева слева даже что-то ну по движению ты знаешь куда надо лезть подвижить по движению по боевке это как бы ну и ничего совершенного ассасин скрит надо сказать что ну что фпс хороший двигается все очень плавно не очень понятно кто свои кто враги да ну это уже по время игры понимаешь да скорее всего я видишь я постоянно огребаю как там за пределами корабля видность тебе нравится? за пределами корабля очень много людей непонятно кого бить как бы а кого нет а почему вы не на соседнем экране например что скажете в игру получше какой контраст да нет спасибо я играл мне еще 4 года назад на нинтендо вии а когда она называлась что-то trapped in shadows или как-то так окей ну можно о вот так вот можно летать на людей получай мам поебалку короче нафиг нафиг боевую систему ты просто ну блоки там контратаки ты просто носишься как угорелый врезаешься в людей вот так вот ну это просто ты не в бою как бы они атакуют потому что не тебя да да это так может только пока они не тебя атакуют ну ладно но пока вот так можно это напоминает знаешь типа вот по духу ассис крит 4 очень близко таким игроком как соник 3 например в сетевой модерн варфор то же самое делаешь да как известно там пули вообще дамага не наносит нет только нашел но видишь вот сейчас у тебя уже так не получится сделать или нет нет я немного в другом не видно ни хера монитор отсвечивает вообще ничего не видно добьют меня там что там смотреть что этого в реальной жизни мало видел ассасина и не должно быть видно все правильно он должен быть смерть из теней ты кстати и хватит бегать по кругу наверное найди там куда тебе надо идти вон красная точка на миникарте а точно подскажет я увлекся просто заметил что на корабле ты был без капюшона получай пока моя работа закончена моя планета нужна мне я нужен своей планете нет им сначала нужно брейк дефенс сделать иксом иксом ты сначала его пинаешь а потом бьешь они типа такие крепкие умеют блокироваться либо жди его атаки как бы и контратакуй правильно я возьму парные мечи с ними как-то получше получилось ну да они больше предназначены для ближнего боя да блин сколько их там головой меня грел а ну и как бы на этом походу я все понял да ну собственно что можно сказать playstation 4 показали сейчас на этом стенде несколько совершенно неинтересных гоночек и игру контраст которая главный гимик который заключается в том что ты можешь превращаться в тень и соответственно передвигаться в тень и да да то есть что то такое уже было триста лет назад она была на вью она называлась trapped in shadows или как то так поэтому я даже не стал как бы смотреть на это там было еще что то интересное называлась какая-то какая-то третья игра типа катамари только немного по другому вот ну в общем все это мы не посмотрели мы посмотрели зато assassin's creed и octodead я должен сказать что выбирая между octodead и assassin's creed 4 я безусловно выбираю octodead потому что ну блин в этой игре есть все практически да что нужно от хорошей игры там есть требование эта игра требует навыка да скилла реального чтобы обращаться с этими бесконечными щупальцами она очень смешно да в плане юмора там очень клево играть за осьминога и она пропагандирует очень правильные ценности например традиционные семейные мы видели свадьбу который осьминог играл с человеческой женщиной а что может быть правильнее для развития детей как бы чем ну делать такие игры потому что осьминог и женщина это вид нормы это нормально и поэтому я против преследование женщин которые выходят замуж за осьминогом что касается самой консоли то джойстик удобный графон нормальный fps нормальный все нормально блин нормальные эти консоли четвертого поколения я не знаю что говорить а а потом что xbox что playstation они выдают очень много фич который которых сложно показать на выставке типа вот всякие эти социальные там хреновины интеграция кнопка фейсбучная еще что то там такое обратная совместимость все вот это вот вот это то что делает консоль несколько игр на ней посмотреть да я могу оценить насколько удобен джойстик джойстик действительно неплохой хотя для xbox one мне понравился больше как я уже говорил но в целом сложно что-то конкретное сказать графон выглядит нормально блин я не видел еще ни одной выставки где графон бы выглядел хреново графон выглядит нормально fps выглядит хорошо fps бывает проседает да в других стендах здесь на ps4 fps отличный и на xbox one fps отличный так что не имею ничего сказать другого мне нравится playstation 4 мне нравится xbox one джойстик его обоих мне нравится да и все assassin's creed 4 мне правда не очень нравится пока что но octodad зато очень хороший все